Изнуряющее пекло наконец-то закончилось. К нам пришел холодный фронт. Синоптики успокаивают. Прохлада пришла надолго. Но потом жара все-таки вернется. После температуры за 40, которая терзала нас на протяжении почти двух недель, сегодняшняя плюс 34, почти зима. Но мы не в претензии. Слова благодарности можно направлять циклону над Европой. Именно он подвинул антициклон, который усиленно оказывал нам жаркое внимание. Тот ушел дальше на восток. Теперь греться будут там. Теперь, получается, мы больше под властью этого циклона. И воздушная масса переориентировалась на более северные значения. То есть сейчас к нам воздушная масса уже приходит с Балтики. На восток это где Грузия, это где Кавказ, это туда в сторону Каспия. Ну а у нас днем около 30 выше нуля, плюс-минус. Ночью в районе плюс 20. Такая температура будет до конца недели и в начале следующей. А вот там где-то в среду, в четверг погода изменится. Нет, к счастью, речь не о пекле. Оно, по прогнозам, придет в августе. Дело в том, что по многолетним наблюдениям, август, как правило, копирует погоду июля. Но вернемся все-таки к следующей неделе. Так вот, в середине к нам придет холодный фронт, который еще больше понизит нашу температуру. Он начнет закачивать воздух со Скандинавии. Воздух, конечно, будет прогретый, но все же. Относительно прохладно будет до конца следующей недели. Плюс дожди. В понижении уже будет температура воздуха чуть более активная и составит в дневное время 26-31 градусов. И в ночное время тоже будет не низкое, в районе 15. На следующей неделе мы с осадками не прощаемся. Они будут уже более чаще, начиная даже уже на этой неделе. Ну и о субботе. Этой ночью у нас плюс 17-19. Днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 33. Облачность будет переменной без осадков. Послезавтра температура у нас не изменится. И в расписании после обеда появляется кратковременный дождь. Инга Гудаль, Дмитрий Хаджиогло, ТСВ. Субтитры подогнал «Симон»